Всем привет! Сегодня на канале у меня очередное для меня открытие. Не так давно я уже рассказывал о том, что я пришел к выводу о том, что все-таки фирменные EDC сумки, такие как Maxpedition, что это не раздутый до небес какой-то просто бренд, а на самом деле очень полезная, очень качественная вещь, которая стоит вполне адекватных денег. Именно в связи с этим появился у меня маленький фонарик Fenix E1, по-моему. Это маленький 9-люменный фонарик, который работает от одной полупальчиковой батарейки формата 3А. Я был настолько удивлен качеством и яркостью этого фонаря, что все-таки я решился на приобретение качественного фонаря, потому что у меня на сумке на моей, теперь уже на оригинальной Remori висит два подсумка из-под магазинов под пистолет Glock. В одном находится мультитул Leatherman Charge, в другой теперь будет находиться новый фонарик, потому что до этого его место занимал китайский. Ну и в общем, встречайте, приобрел я себе вот такой замечательный фонарик, который был выбран после кучи-кучи просмотренных обзоров, прочитанного всего. Я нашел для себя, что этот фонарик в себе собирает именно те характеристики, которые бы мне хотелось видеть за вполне адекватные деньги. Это модель компании Fenix PD35. Максимальный световой поток 850 люмен. Ну, давайте прочитаем так немножко о его характеристиках. Опять же, прежде всего, мне очень порадовала коробочка. Ну, опять же, это вот о приятном. Мне очень понравился вес данного фонаря, что, включая батарею, он весит 87 грамм. Это очень легкий фонарик из алюминия. Размеры 14 мм в длину, вы видите, и в толщину чуть больше 2,5 см. Ну, и давайте теперь по основным моментам. 850 люмен, 140 часов, значит, у фонаря присутствует 5 режимов основных. Мы видим Turbo, High, Medium, Low, Eco. Еще есть стробоскоп. В общем, здесь, если посмотрим, тут количество люменов и время, которое он способен проработать при данной мощности, мощности потока. Значит, здесь у нас еще характеристики. Так, как максимальная дальность луча, интенсивность в канделах, падение с 1 м выдерживает фонарь. И водонепроницаемость IPX8. Значит, под водой фонарь может находиться на глубине 2 метров. Но, как показывает практика, опять же, из различных обзоров, что эта глубина может быть превышена без вреда для фонаря, если за ним ухаживать и смазывать своевременно все его уплотнители. Вот. Ну, давайте вернемся сюда. Ну, в принципе, мы с вами все уже здесь и рассказали. Использовать он может два типа батарей. Это либо большие вот эти вот аккумуляторы. 18-650, по-моему, называются. 3,7 вольта. Либо могут использовать батареи 123, такие маленькие батареи. Ну, вот в моем случае в комплекте к этому фонарику шли два ультрафайровских аккумулятора по 4000 мА каждый и зарядное устройство. Ну, я вам скажу сразу, что как только фонарь пришел, я не дотерпел. Я его сразу открыл. Мне сразу стало интересно. В общем, был вот такой замечательный чехол с кучей макулатуры. Макулатура, причем, на русском языке тоже присутствует. Несмотря на то, что я покупал фонарик, даже не на территории СНГ, я заказывал его из США. И плюс вот такой вот, тоже я не знаю, как правильно сказать. Ну, назовем это тоже кемлячок. Запасная кнопочка. И, значит, здесь у нас два запасных уплотнителя. Вот. Ну, и теперь давайте по самому фонарику. Значит, качество изготовления меня очень-очень-очень порадовало. Это ни в какое сравнение не идет с тем китайцем, который у меня болтался. Очень понравилась клипса. Очень удобно расположена кнопка. Фонарь очень удобно размещается в руке. Значит, что мне нравилось, на моем предыдущем фонаре очень так неправильно, на мой взгляд, было реализовано вот это переключение программ. Нужно было чуть-чуть поджимать кнопку, и таким образом у вас переключались режимы. И что запустить фонарик на одном и том же режиме каждый раз не представлялось возможным. Здесь же для смены режимов присутствует специальная кнопка. Давайте посмотрим. Вот самый неяркий. Значит, двоечка, троечка, четверка и пятерка. Причем здесь вот есть значок, что аккуратно, очень сильно фонарь может разогреваться. Это не шутка. Даже вот при таком расстоянии чувствуется достаточно такая высокая температура, что она постепенно повышается. Для того, чтобы включить режим стробоскопа, нужно продержать вот эту кнопочку в районе одной секунды. Мы видим вот такую вот вещь, причем он с переменным промежутком времени. Но, тем не менее, вот на таком режиме, вполне бытовом, фонарь может проработать на заряженном аккумуляторе 140 часов. Ну, столько не живут, как говорят. Живут, конечно, ну, в общем. От фонаря у меня самые только положительные эмоции. Очень мне нравится. Он на самом деле стоит своих денег. Особенно клипса съемная. При наличии у вас на каком-либо оружии крепления под фонарь, можно его туда установить. Существует отдельно, как аксессуары, замена вот этой штатной кнопки на выведенную отдельно с кнопкой под палец ключ, ну, выключатель, в смысле, что можно там вешать на какое-то оружие под ствол. Вот. Плюс к этим фонарям поставляются фильтры. Я встречался с зеленым, с красным и с синим. Я сначала не понял, зачем они нужны, но потом прочитал. Умные люди подсказали. Все три фонаря очень хорошо маскируют фонарь в темноте, да, в полной. При этом красный, он лучше всех маскирует фонарь, что вам видно достаточно хорошо, но с определенного расстояния ваш фонарь уже не видно, если вы им не светите вот напрямую в человека. Значит, зеленый у нас больше подходит для чтения карт тактических, там, либо еще каких-то. Синий, он подсвечивает масляные и кровавые следы, если вы светите на них. И красный, вот не вспомню, что дает красный, ну, вот он, в общем, тоже он сильно маскирует, и вот он дает, не вспомню, сейчас под рукой нету. Ну, вот, я не знаю, задумываюсь, нужны они мне или нет, потому что я не особо так использую фонари в таких условиях. Мне просто важно было, чтобы у меня всегда с собой был полноразмерный и достаточно мощный фонарь. Вот, поэтому покупкой я полностью доволен тем, кто еще не решился на покупку дорогого фонаря. Я вам сразу скажу, ни в какое сравнение с китайцем это не идет. Я вам честно скажу, его еще не нырял с ним, не мочил, не купал, потому что получил буквально вчера. Сегодня же я одел, заменил его на свои сумки. Очень он мне понравился, у него весь день игрался с ним. Ну, в общем, я после того, как протестирую, обязательно отпишусь в комментариях всем по этому фонарю. Но на самом деле это никакой не раздутый бренд, и китайский, никакой китайский фонарь не заменит нормального феникса или шурфаера. Теперь я уже в этом не сомневаюсь. Вот, поэтому вот такой вот фонарик, вот такое вот обновление EDC набора. Ну, и будем ждать чего-нибудь новенького у меня на канале. Всем спасибо, пока!